Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ и мы отвечаем на ваши вопросы, потому что наш канал всегда на вашей стороне. Итак, нам поступил вопрос. И вопрос достаточно серьезный. Можно ли препаратом Бупропион помочь в лечении больных, которые страдают от апатии, нарушения концентрации внимания? Эти симптомы очень часто бывают при депрессии и очень часто остаются после лечения и могут сохраняться сколь угодно долго и они действительно мучают больных. Вопрос показался нам настолько серьезным и настолько важным, что мы решили ответ на этот вопрос разбить на две части. Сегодня мы вам расскажем, а в чем, собственно говоря, состоит проблема, чтобы вы поняли. А уже завтра мы будем отвечать на вопрос по то, как нужно применять или возможно ли применять этот препарат. Итак, в чем состоит проблема? Вы уже знаете, что я привык делить различные депрессии по особенностям сниженного настроения и по тому, из-за чего это все возникает. То есть, есть депрессия НД, норадреналиново-дофаминовая, есть СНД, серотониново-норадреналиново-дофаминовая, есть СН депрессия, серотониново-норадреналиновая, которые характеризуются падением активности вот этих перечисленных нейронов. Как же определить, какая депрессия? По жалобам. Для каждой депрессии характерны свои жалобы. А для вот этой смешанной категории СНД характерно смешение различных жалоб. Итак, давайте мы с вами попробуем, это очень полезный опыт, подобрать препараты к каждой из этих указанных депрессий. Ну, например, возьмем СН депрессии, которые проявляются хандрой, раздражением, недовольством, чувством вины, беспокойством, тревогой. Это настроение, конечно, там должны быть и другие симптомы, о которых мы вам рассказывали раньше. Итак, нам нужен СН препарат, который повышает активность серотониновых и норадреналиновых нейронов. Всмотрим в список и сразу же находим среди двойных препаратов два. Это дулоксетин и венлофоксин в средних суточных дозах. Два препарата, которые мощно, эффективно активизируют эти серотониновые и норадреналиновые нейроны. Но на самом деле есть и еще два. Если мы заглянем на следующую страницу, у нас там есть амитриптилин, имепрамин и венлофоксин в высоких суточных дозах. Но поскольку мы венлофоксин уже с вами упоминали на предыдущем слайде, то фактически у нас есть четыре препарата, которыми можно эффективно лечить СН депрессии. А теперь попробуем сделать то же самое для СН депрессии. Сниженная активность сразу трех типов нейронов. Смотрим на этот слайд и видим, что ни один из перечисленных препаратов не способен увеличить активность трех типов нейронов сразу, как нам это нужно. Переворачиваем слайд и видим, есть все-таки три препарата. Это амитриптилин, это имепрамин, это венлофоксин в средних суточных, высоких, извините, суточных дозах, которые можно использовать при лечении СН депрессии. Там было четыре, здесь три. Все-таки есть выбор. А вот для лечения НД депрессии препаратов очень мало. Смотрим на этот слайд. Нам нужно повысить активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Где есть здесь такие антидепрессанты? Их здесь нет. Переворачиваем страницу и видим. Есть четыре препарата. Все они эффективно повышают активность норадреналиновых нейронов, слабо повышая активность дофаминовых нейронов. Но в принципе, вроде бы есть из чего выбирать. Четыре препарата. Но на самом деле выбирать не так уж есть из чего. Потому что и амитрептилин, и норадреналин обладают неприятными в этой ситуации побочными эффектами. Если вы посмотрите наш выпуск про побочные эффекты антидепрессантов, вы их просто можете легко вспомнить. Что делают эти препараты? Эти препараты блокируют активность амитрептилим и промин, блокируют активность гистаминовых нейронов. И тогда у человека будет сонливость, утомляемость. А ведь он без того испытывает апатию и у него трудности с концентрацией внимания. Если они снижают активность ацетилхолиновых нейронов, а эти препараты делают так, то будет нарушение памяти, нарушение внимания, нарушение зрения. А все это очень будет неприятно переживаться больным. Поэтому фактически у нас для лечения НД-депрессии есть всего два препарата, у которых нет, слава богу, нет возможности снижать активность гистаминовых ацетилхолиновых нейронов. То есть вот нет этих неприятных побочных эффектов. Это препарат венлофоксин и препарат мелноцепрад. Больше, кстати, о мелноцепраде мы лекцию записывали. И о венлофоксине у нас тоже есть выступление. Вот только эти два препарата и можно применять для лечения эффективного НД-депрессии. Таким образом, у нас с вами получается очень неприятная ситуация. Для некоторых депрессий у нас препаратов в принципе эффективных достаточно, а здесь всего два. В этом и состоит проблема. И пути решения этой проблемы мы с вами рассмотрим завтра. До встречи на канале психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне.